На библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли с помощью Библии манипулировать человеком? Да, можно. Есть люди, которые даже Священное Писание используют для достижения своих каких-то страстных и греховных целей. И их учителем является дьявол, который, как мы помним из Священного Писания, искушал Христа цитатами Священного Писания. Он говорил, сказано ангелам своим заповестия тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, бросься вниз с крыла храма, он предлагал Христу. То есть мы видим, что даже дьявол это умеет. Какому можно привести примеру? Ну, например, муж, который одержим страстью властолюбия, который не понимает, что главенство в семье — это, прежде всего, дополнительная ответственность, обязанность. И главенство в семье — это главенство образ Христа, главенствующего над церковью. То есть это распинание и жертвенная любовь, это служение. А он воспринимает главенство мужа как командование, как власть. И вот этими цитатами о том, что жена должна быть покорна мужу, жены, слушайте своих мужей во всем, он просто как гвозди забивает в крышку гроба своей семьи, просить за такую вот аллюзию. Потому что, когда Священное Писание не исправляет человека, а ставится на службу его страстям, конечно, все умирает. Никакой настоящей духовной жизни не будет. Поэтому, да, Священным Писанием, и мы знаем, что можно выдергивать цитаты из контекста, например, слова Христа. Не мир пришло и принести на землю, но меч. И оправдать таким образом убийствует. Ну вот смотрите, Христос говорит о том, что война должна быть. Огонь пришел и не извести на землю, как желаю, чтобы он разгорелся. Если выдернуть цитату из контекста, и очень легко манипулировать человеком. Поэтому Библию надо изучать и приводить цитаты с молитвой в духовном покое, внимательно посмотрев, что написано вокруг непосредственно этой цитаты, поняв ее контекст. И, может быть, даже посоветовавшись с кем-то, кто знает Священное Писание лучше, кто может разъяснить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...